Запчасти для автомобилей в наличии и под заказ. Магазин запчастей для иномарок на Янаульской 1А. Бутик номер 4. В рамках этой акции миллионы школьников со всего мира приобщаются к программированию. Они учатся писать программы, изучают алгоритмы, постигают наш современный цифровой мир. Вы хотите к этому тоже приобщиться? Да. Сегодня мы это сделаем обязательно. Буквально за считанные минуты девочки из гимназии номер один поняли, программирование – это просто, а в игровой форме еще и весело. Главное – понять принцип общения с роботом. Ведь железные машины понимают только набор четких команд, алгоритма для достижения цели. Возьмите за ручку двери. За ручку? А как это сделать? Протяните руку. Протяните руку. Вперед. Да, опустите ее. Опустите. Вот. Зажмите. Опустите вниз. Опускаем вниз. Отлично. Молодцы. А вообще запрограммировать можно все. От выполнения домашнего задания до приготовления яичницы, говорят лекторы. Дети с ним согласны. И на ходу составляют алгоритм. Поставить сковородку на плиту, включить огонь, разбить яйца на сковородку, закрыть крышку и подождать, пока она приготовится. Отлично. Молодец. Письменное задание, где нужно было расшифровать кодовое слово, Арина Базуева решает тоже за минуты. Говорит все просто, как дважды два. Ты первое слово угадала, какое оно? Орбита. Сложно было? Нет. Как ты думаешь, у тебя получится научиться программированию? Думаю, да. В России, в том числе и в Нефтекамске, одним из основных участников программы «Неделя кода» стала Международная школа программирования для детей «Алгоритмика». Именно ее сотрудники-программисты и проводят бесплатные очные мастер-классы в общеобразовательных заведениях Нефтекамска. Язык программирования, который мы показываем детям, он рассчитан на детей с возраста 6 лет. То есть это такая научно обоснованная… Конечно, конечно. Да, этот язык был разработан специалистами Google и MIT, это Массачусетский технологический институт в США. Над этим языком трудились методологи, которые понимают психологию детей, психологи в том числе. И этот язык себя очень хорошо зарекомендовал во всем мире, как первый язык программирования, который нужно и стоит изучать детям. «Неделя кода» подходит к концу. За это время было проведено десятки мастер-классов. Первые шаги в изучении сложной науки сделали сотни детей. Педагоги уверены – не зря. Это поможет детям и в изучении других предметов. Я считаю, что урок очень полезный, тема очень нужная в их жизни. Дело в том, что я могу сейчас связать со своим предметом, с иностранным языком, допустим, алгоритм действий, как пересказывать текст. То есть они должны знать по шагово, по порядку, что и что. Сейчас в эту минуту девочки решают задачи. Думаете, справятся? Конечно, справятся. Не жомятся. Акция заканчивается, а вот занятия могут и продолжиться. Специалисты из алгоритмики обещают, если педагоги из других школ пригласят их провести подобные мастер-классы для их учеников, они обязательно откликнутся. Причем совершенно бесплатно. Лилия Гарифульна, Азад Авлетшин. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова